Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о нашей поездке в Венгрию. В этой серии Каллиста Бэкстейдж вы совершите увлекательное путешествие из Финляндии в Венгрию на озеро Балатон на машине вместе с Алиной Пикаревской. Озеро Балатон по праву считается Ленгерским морем, благоприятный климат и множество уникальных мест, расположенных вокруг, термальные источники, пляжи, рестораны и курорты. И, конечно же, в этой поездке фотосессия для новой обложки Каллиста. В этой серии Каллиста Бэкстейдж с Алиной Пикаревской. Спасибо, дорогая. Хорошего отпуска вам. Спасибо. Ну что, увидим. Спасибо. Ну что, пока-пока. Пока-пока. Ну что, пусть мы начинаем наш из Хельсинки на машине. И сегодня мы должны доехать до Каунаса. Из Каунаса до Аполи. И, конечно, наша дочка – это озеро Балатон в Венгрии. Паромное сообщение между Финляндией и Эстонией осуществляется с 1965 года. Выбор наш пал путешествия на машине по понятной всем причине. Пандемия, закрытые границы. Дальше мы думали, куда же можно все-таки добраться, чтобы было тепло. И так как мы должны из Финляндии обязательно проехать Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и дальше попасть куда-то в тепло. Однозначно наш путь пролегал через Прибалтику в Польшу. Из Эстонии до Латвии можно добраться за 4 часа. И еще 4 до Каунаса. Вот мы и добрались до Каунаса. 5 утра. Первая наша остановка была в Каунасе. Мне очень понравился старый город, центр Каунаса. Может быть, не очень большой, маленький, уютный, но при этом очень все душевно. Мы замечательно переночевали в красивом старинном отеле. Мы вкусно пообедали, причем мы хотели попробовать именно национальную кухню. Как я люблю такие места. Маленькие дворики, уютные. Мы взяли цепелины, холодный суп. Вот он, знаменитый литовский цепелин. Ну что, сейчас мы будем пробовать национальное блюдо Литвы. Цепелины. Было все очень вкусно и при этом недорого. Это божественно. Примерно 7 евро на человека. Это просто прекрасно в таком хорошем ресторане. Как полярма. Можете гулять? Нет проблем. Ну, как Тони Супрано. Пока у нас живут два, мы не понимаем это, два трёхсых отца. Ну, как Тони Супрано. Кстати, девушка, видите, это родник. Да, родник. Это водичка, конечно, только Лена. А, мне можно пить. Это был местный житель, который пытался нам сделать эксплуатацию по городу. Дальше мы добрались до Польши. Мы остановились у наших друзей. И дальнейший путь наш пролегал на двух машинах. Мы с большой компанией собрались и помчались на болото. Для того, чтобы попасть в Венгрию, нужно пересечь ещё два государства – Чехию и Словакию. Но высокоскоростные шоссе и автобаны делают путешествие комфортным. Идея, если не в Чехии, на запасах это кофе и печенье. А ещё мы взяли маковые штуки. Нам порекомендовали не заезжать в большие города. Мы решили в Будапешт не посещать, потому что мы уже в нём, тем более, и были. Мы ехали туда не просто так. У нас, конечно, была цель снять обложку в каком-то красивом месте. И Блатон нас, конечно, очень сильно порадовал в этом плане. Потому что это лаванда, лавандовые поля. Первые впечатления от Венгрии – её многовековая история. Венгрия славится своими термальными водами и курортами. Мы уже ранее были в Будапеште, посещали несколько таких очень классных мест. И, конечно же, мы не могли проехать мимо Хевиса. Хевис находится где-то час езды от Балатона. Ну что, мы приехали в этот чудный городок. И у нас сегодня полный такой экспромт. Мы даже не знаем, где мы остановимся. Вот идём, смотрим. И там, куда душа ляжет, там и остановимся. Очень классное место. Накупались. Бассейн с серной водой. 36 градусов. Жаль, что на территории я не поснимала. Такое прекрасное местечко. Пять часов у нас получилось вместе с баней с термальной водой по 15 евро. С человека. Термальное озеро, которое обновляется в течение, по-моему, двух суток. Вода обновляется полностью. Мы решили не бронировать гостиницу. Понадеялись на то, что сейчас такая ситуация. Может быть, не очень много туристов. И мы обязательно снимем любой отель, какой захотим. Но не тут-то было. Мы приехали и столкнулись с тем, что все отели полные. Тем не менее, мы остановились в прекрасном комплексе, в таком венгерском стиле. Мы попали в такое прекрасное место. Здесь целый комплекс. Достаточно неплохая еда венгерская, шведский стол, бассейн. Причем здесь, я так понимаю, несколько бассейнов. Нам здесь так понравилось, что мы остались на вторую ночь. Балатон – это пресноводное озеро. Не очень глубокое, достаточно мелкое. Так, мы идем купаться на озеро Балатон. Ночь. А ты куда идешь? Туда же. Ночь. Надеюсь, там никого не будет в это время. Прикольно. Очень здорово ночью испекаться. Вода на самом деле очень теплая. Ну что, бодрит, я скажу. Ну, очень классно. Несмотря на то, что ты практически там по пояс, чувствуешь себя очень комфортно. Балатон расположен на среднедунайской равнине, вытянутой вдоль юго-восточных подножий гор Баконь. Уникальной особенностью Балатона является его небольшая глубина, около трех метров. Южный берег в основном ровный. На северном есть несколько неглубоких заливов. И один из них – большой полуостров Тихань. Климат на Балатоне очень комфортный. Мне так нравится пить облака, пыльчики, нет упаляющего солнца. Вода очень комфортная, теплая. Правда мелкая, но мне это нравится. Можно выйти на среднедуре и беспокоясь. Здесь вода пресная, и такое ощущение, что ты просто сидишь в большой ванной. Наверное, очень хороший отдых с детьми, когда нет сразу глубины, а ты можешь постоянно барахтаться в какой-то теплой воде, причем красиво бирюзового цвета. Море Азовское, еще вселенная познает молоко. Какая-то зеркала, тогда? Если в северной части озера на расстоянии 20-30 метров от берега глубина уже достигает 2 метров, то около южного берега на расстоянии 200-300 метров от берега глубина составляет всего лишь около метра. Дно озера покрыто мелким комфортным песком. Из-за небольшой глубины вода в озере хорошо прогревается летом. Поскольку у Венгрии нет выхода к морскому побережью, часто неофициально Балатон называют Венгерским морем. Нам было очень приятно открыть для себя Венгрию. Можно сказать, это одна большая деревня, ну, в хорошем плане. Они очень ценят свой дом, свое хозяйство, я так понимаю. И очень много вот именно таких маленьких городков, деревушек. И очень приятно по ним путешествовать. Посетили один из таких городов, который нас очень сильно порадовал, это Секешвейхервар. Венгерское название, но я научилась его выговаривать. В средние века Секешвейхервар был важнейшим городом Венгрии. Мы находимся в замечательном городе Секешвейхервар. И когда мы попали в центр этого города, это вообще мощнейшая история. Это длится еще с времен королей. И они настолько хорошо все это бережно сохраняют. Так что, конечно, надо путешествовать не только по Будапешту и по большим городам. Очень большая история есть везде. Секешвейхервар – престольный Белый град. Это венгерское имя восходит к латинскому Альбареге. Имя, под которым город был известен в средние века. Уже во время Римской империи на месте Секешвейхервара находилось поселение. Ныне существующий венгерский город был основан в 972 году. В средние века в Секешвейхерваре короновались венгерские короли. Всего в городе было произведено 37 коронаций. В местном соборе похоронены 15 королей. В 1543 году турецкая армия осадила Секешвейхервар. В 1777 году город стал резиденцией епископа, для которого на центральной площади был воздвигнут роскошный дворец. Во время Второй мировой войны в ходе боев почти половина зданий была разрушена. В послевоенный период город был отстроен. Одно из самых прекрасных мест – полуостров Тихань. Со смотровой площадки просто изумительный вид. Старинное аббатство, в котором захоронены мощи. И именно с этой площадки открывается прекрасный вид на Болотон. И не зря его называют Венгерским морем. Интересно, вот слово Тихань, что оно означает на венгерском? Но как бы на русском я бы назвала это место тихое, потому что здесь какая-то определенная аура. Обратворенность такая. Мне напоминает Монте-Карло. Казалось бы, пресное озеро. Цвет воды просто нереальный. И на самом деле очень, очень красиво. И, конечно, определенный колорит – это вот эти яхты, которые дрейфуют. Они просто какое-то нервание. Ну, Тихань. Тихо, красиво, спокойно. Кстати, как тебе венгерская еда? У меня были такие же впечатления, как от итальянской пиццы в Италии. Мне кажется, за границами Венгрии готовят венгерскую еду лучше. Так же, как пиццу итальянскую где-нибудь в других странах готовят вкуснее, чем в Италии. Нет, ну, мне понравился гуляш и, конечно, вот эти приправы, которые они добавляют, вот настоящую паприку. Для нас ничего непривычного нет, потому что Польша очень сильно позаимствовала все вот эти рецепты. И гуляша, и драников по-венгерски, и фаршированный перец – это вообще, по-моему, еда нашего детства. А сейчас мы, наверное, уже пойдем по запаху, потому что у нас уже очень чувствуется чувство голода. Все хотят внести. Я даже вижу очень такое интересное место наверху, вот как ты считаешь. Заглянем туда? Вот туда точно заглянем. Там панорама. Я думаю, там это планга. Там можно и пообедать, и полюбоваться видом на озеро. А будем купаться. Ну, а потом на пляж, конечно, купаться. На вершине находится ресторан «Эхо». И по какой-то легенде там стоит статуя девушки. И по какой-то легенде, если там крикнуть, то твое «Эхо» вернется к тебе несколько раз, дойдя до аббатства и обратно. На самой высокой точке возвышенности Тихани расположен ресторан «Эхо» с прекрасным видом на озеро Балатон и аббатство. Между аббатствами и рестораном прилегает мощеный променад с кафе и магазинчиками, в которых продают изделия ручной работы. Балатон-фьорд – это город, расположенный в северо-восточной части Балатона. Целебные источники минеральной воды около города были известны еще в римскую эпоху. Однако курортная слава городу пришла в конце 18 века. Официально статус курорта был получен в 1772 году. Первый гостевой дом рядом с целебными источниками был построен в 1730 году. Все вместе – Балатон-фьорд. Мы приехали к источнику, покрыть целебные воды, он оказался закрыт, но зато здесь культурная жизнь купит, симфонический оркестр, гуляют, яхты. Прекрасное место, просто прекрасное. Хочется здесь остаться на подольше. Основным профилем санаториев Балатон-фьорд является кардиология. Славу курорту принесли целебные источники минеральной воды. Низкоминерализованные углекислые сульфатогидрокарбонатные кальциево-магниновые воды используются для питьевого лечения ванн и других процедур. А за моей спиной находится аббатский. Мы так вчера были. Крупнейшее лечебное учреждение города – государственный кардиологический госпиталь. В нем проходят реабилитацию больные, перенесшие операции на сердце или инфаркты. На центральной площади Балатон-фьорда, которая называется площадь дюдь – площадь здоровья, в 1800 году был построен питьевой бювет имени Лайошта-Кашута, в котором до сих пор пьют воду курортники. Венгрия славится паприкой. И везде, где бы вы ни находились, везде можно приобрести паприку, приправы. Здесь, конечно, очень много изделий из красного перца. Это масла, мыло, просто специи. Сфотографировалась? Сейчас мы будем это все пробовать. Гуляш. И, конечно, знаменитый венгерский гуляш, он есть везде. Это суп-гуляш. Даже мы встречали блинчики-гуляш. Еще в Хельсинки мы запланировали место нашей фотосессии. Это лавандовые поля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Съемка проходила в чудовищной жаре. Было бы выше 30 градусов. А время работы тоже очень сильно ограниченное. Оно как раз совпадает на пик солнца. И, ну, тем не менее, у нас все получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Латвия, как всегда, богата событиями. Так мы попали на праздник стрит-фуд в Легенд-Бич, где была прекрасная вечеринка. Мы находимся в одном из самых модных мест в Юрмале, Легенд-Бич. И сегодня здесь проходит стрит-фуд-фестиваль. Люди отдыхают с утра, с 12 дня до 11 часов вечера. Здесь дискотека, танцуют, пробуют вкусную еду, общаются. А сейчас мы пойдем присоединимся. Запахло шашлыками. Там идет дискотека. А ну, мы, наверное, обойдем. Здесь такие маленькие киоски, в которых можно попробовать бургеры, местное пиво и прочее. Но на самом деле люди общаться. Красиво! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Мы танцевали, наверное, 4 часа без остановки и просто очень классно провели время. Встретили много старых друзей, так как все мои друзья очень творческие, талантливые люди. И мы договорились с Леной Неженцевой о фотосъемке. Директор вошел в кадр. Немножко выше подбородок. Чуть-чуть. Кто там ползает во мне? Чуть-чуть сюда. Все это дело подтягивать себе, ты будешь напряжена. Смотри, как здесь все в камушках. Как это не обнимаем острове. Знаешь, когда где-то высаживают? Давай еще раз. Не отклонись из него. Прослабься. Вот так. Может, моя? Может, нет? А вот эту ножку вот сюда. Чуть-чуть. Вот она вот в камнях каждый день лежит, валяется. Подбородок чуть выше. Да. На меня взгляд. Ну и все, опять. Туды, руку. Подбородок. Мне тоже по спине кто-то ползает, ползает. Высадалось лицо. Да, Алин? Посмотрела туда, в сторону как-то вот. Тоже интересно. Да, когда... Можете вместе посмотреть. И туда обе посмотрите. Берем. Нет, наоборот, хорошо вот так. Сейчас у Николь волосатая щека. Как будто... Нет, ну из-за тебя, из-за твоих волос шикарных. Вот то, что... На самом деле, мухи летают и летали, облепили всю Алину. С ног до головы. Но она крепкий орешек терпела. Не сдавалась. И поэтому будут красивые фотографии. Вот. Алину вижу редко, но... Большую любовь. Ну, я тебя тоже люблю. Вот так вот. Вообще, жизнь прекрасна. Поэтому надо кайфовать. Это дикий пляж. Здесь рыболовецкий поселок. Коптят рыбку. За Калгури немножко, да. И иногда я устраиваю здесь частные, приватные фотосессии. Своим друзьям, близким и тем, кто хочет попробовать себя в качестве модели. В моем объективе. А Леда, на самом деле, один из лучших фотографов. Фэшн-фотограф, я бы даже сказала. Портретист. Скажем так. Латвии. В Латвии, да. Мы надеемся, что следующая фотосъемка нашей обложки будет такая же интересная и увлекательная. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших событий. Над передачей работали Алина Бекаревска, Юран Черных, Анна Зинковска и Сергей Микуша. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делайте репосты. Алина Бекаревска, Юран Черных, Анна Зинковска и Сергей Микуша.